всем привет на связи эликсир донец в этом уроке я расскажу о том как настраивать канал на youtube и делать для него дизайн причем этом буду рассказывать для нового оформления на ютубе то есть то которое увидите сейчас у вас возможно канал еще выглядит старом оформлении вот как этот я расскажу как сделать вот такой канал расскажу про баннер про иконку про вот эти вот видео как они здесь появляются как их настроить и про трейлер вот итак давайте начинать значит во первых вот это новое оформление канала она сильно лучше вам она может сейчас не нравится но позже вы поймете и скажу вам честно тебя мне тоже изначально не нравился но сейчас я понимаю что она действительно лучше есть ряд преимуществ сейчас на этом не буду останавливаться лучше расскажу что нужно делать значит вот так выглядит канал процент ваш например он может так выглядеть для вашего подписчика то есть я сейчас зашел с другого аккаунта и подписан на это на свой канал на видео фору сайда и при этом вот так вот вы же свой канал теперь давайте отпишусь от своего канала и обновлю страницу и сейчас посмотрим как выглядит мой канал для человека который не под не подписан у нас вот в этом поле немного вот это поле немного изменилось да сейчас у нас место многих видео здесь есть так называемый трейлер вот справа за название описания этого видео и хочу заметить что это видео воспроизводится сразу то есть как только что ваш канал открывается видеоролик сразу воспроизводится вот то есть это такой вот ну главный ролик что ли который вот здесь стоит как такой ролик делать вот выставлять на это главное центральное место я расскажу вот хотел просто обратить внимание на то что ваш канал не подписчиков одним образом а если я на него подпишусь и обновлю страницу то он для меня будет выглядеть уже немного иначе то есть здесь вот последние действия описаны последние видео которые я смотрел на канале вот то есть ну это все таки довольно важно чтобы вы понимали но сейчас мы его будем настраивать и вы сможете посмотреть как этот канал будет видеть другие в том или ином режиме итак возьмем мой другой канал который довольно старый и как бы он выглядит в нем ничего нет особенного нету не даже аватара ничего нет просто есть какие то ролики которые загружал попутно и это просто как такой технический канал его не продвигал хотя на нем уже 46 подписчиков накопилось откуда то вот итак значит первое на что мы обращаем внимание то что сверху youtube пишет апгрейте то за нее youtube чиновый аут но у меня написано по английски у вас возможно это будет по русски причем скорее всего youtube предлагает нам перейти на новый дизайн кстати говоря по поводу языка если у вас язык английский вы хотите включить русский откройте нижнее меню ютуба и здесь вот выберите язык не english а давайте поставлю вместе с вами русский русский язык здесь где то точно есть вот он русский нажимаем и теперь у нас youtube на русском и понятные родные слова перейдите на новый дизайн единого канала youtube вот у вас эта надпись сто процентов будет потому что youtube сейчас высвечивает ее всегда если у вас старый дизайн если у вас новый дизайн то вы как бы пропускайте этот шаг но я нажимаю здесь чтобы извинить дизайн и автоматически вот показывается страница как все это будет выглядеть нажимаем просто перейти на новый дизайн и youtube нам сделает новый дизайн итак появилась появился тот канал который мы видели только не настроенный значит нам здесь предлагается справка какая то но сейчас давайте я вам расскажу все сам итак первое что нам нужно добавить как кажется многим да но это в принципе правда это шапка и аватар если у вас аватара еще нет давайте расскажу про это добавить оформление канала прямо нажимаем на эту кнопку и нам будет предложено добавить процент какой то скажем так м экран но большую картинку при этом хотя бы хочу обратить ваше внимание что размер картинки должен быть аж 2560 на 1000 440 пикселей вот очень странный кажется на первый взгляд большой размер при этом вот здесь мы видим что вот эта шапка она узкая и довольно короткая но не будем сейчас даваться подробности зачем это для youtube надо скажу только что это надо раз он просит значит это ему надо просто так они бы такие требования не предъявляли вот и мы можем выбрать файл на компьютере то есть заранее подготовить шапку так же как и сделал я то есть я на сером фоне разместил свой логотип по центру в файле такого размера и загрузил сюда естественно с первого раза может не получиться придется настраивать чтобы подгонять скажем так чтобы этот логотип не съехал вниз был по центру и так далее то есть с этим нужно поработать от этого никуда не денешься вот но если вам лень или может быть нету времени сейчас разбираться то предлагаю открыть раздел галереи и выбрать один из тематических фонов которые здесь предлагаются то есть youtube уже за вас подобрал ряд картинок которые предлагают поставить вот на ваш фон на вашу шапку я сейчас выберу вот такую вот шапку мне она привлекательна нажимаем на нее вот и кстати говоря вот пример почему такая шапка вот на компьютере она выглядит вот так узкая да на телефоне она выглядит еще уже и она сужается сильно а на телевизоре она выглядит вот пол полноэкранно не знаю почему так никогда не сидел в интернете через телевизор но во всяком случае так она есть вот мы нажимаем выбрать и шапка у нас появилась отлично то есть вот она наша шапочка она здесь есть и появилась значит для того чтобы изменить шапку здесь при на при наведении появляется карандаш и здесь нажимаем изменить оформление канала и меняем шапку следующий довольно важный пункт это аватар вот смотрите я навожу мышкой на аватар и у меня появляется такой вот карандашик снова на него мы нажимаем и просто выбираем файл для нашего нового аватара да то есть аватара этой квадратной картинки при этом здесь смотрите тоже есть такие вот параметры 800 на 800 ну давайте загружу какую-нибудь фотографию для примера вот эту и нажимаем сохранить так вот я появился на аватаре и уже есть аватар и фон уже неплохо теперь что еще немаловажно вот обратите внимание у меня на шапке есть ссылка на мой сайт давайте я покажу вам как она ставится снова наводим на нашу шапку мышку и у нас здесь появляется снова такой карандаш но вместо изменить оформление канала мы нажимаем изменить ссылки нажимаем изменить ссылки и у нас появляется такой вот новый редактор дальнюю небольшое новое внутреннее окно где мы можем добавить ну во первых ссылки в каких-то социальных сетях то есть просто нажимаем добавить выбираем здесь социальную сеть в контакте здесь нет но зато есть инстаграм google плюс facebook twitter ну для тех кто сидит в этих соц сетях это будет актуально и url на свою страничку соответственно аналогично можем добавить любую ссылку на свой сайт например пишем мой сайт и вставляем ссылку прямо на сайт вот эту ссылку копируем вставляем сюда и нажимаем готово и смотрите у нас появилась картиночка значит небольшое такое кошка мой сайт и кстати вот этот вот вот эта иконка которая расположена вверху страницы она тоже перекочевала сюда и эта ссылка рабочая кликабельная что очень здорово кстати здесь же в разделе изменить ссылки сейчас этого нет вот описание канала сами канала тоже не то я кое-что увидел но покажу чуть позже а вот здесь можно в статистике показывать а можно не показывать вот количество просмотров и дату регистрации но тут как бы каждый решает для себя сам я показываю вот вот эту цифру можно не показывать можно ее скрыть но я ее оставляю вот возвращаемся на главную страницу нажимаем на домик вот на такой домик нажимаем и переходим на главную страницу в принципе с шапкой мы закончили шапка настроена теперь давайте настроим все что ниже во первых это трейлер он называется трейлер канала и это то видео которое человек видит впервые попав на ваш канал мы просто нажимаем на эту кнопку трейлер канала и у нас открывается возможность выбрать в качестве трейлера любое из наших видеороликов давайте я найду какой-нибудь видеоролик и поставлю его в качестве трейлера например вот это видео как сделать комикс так идет небольшое обновление и вот видеоролик уже является неотъемлемой частью канала и это вот так называемый трейлер и обратите внимание на подсказку что увидят те кто не подписан на канал давайте мы то есть сейчас мы видим именно это то что увидят те кто не подписан можем выбрать из списка что увидят ваши подписчики и вот видите перешел дизайн немножко изменился и вот сейчас будет видеть то что видит подписчик можем вернуться назад что увидят те кто не подписан и увидим трейлер соответственно вот что у нас снизу снизу у нас так называемые назовем их плейлисты или альбомы сюда мы можем добавить любой наш плейлист или популярные видео вот последние добавленные то есть какие-то активности какую-то группу видео во первых мы понятное дело можем удалить раздел тут вот вы видите появляется снова карандаш вот он карандаш нажимаем на него и можем нажать на корзинку тогда она удалится либо изменить контент ну про контент сейчас поговорим давайте я удалю все что здесь есть все три изначальных плейлиста я удалю и теперь добавлю такой раздел нажимаем добавить раздел вот контент это та самая группа видео по которому скажем так здесь перечислены критерии по каждому критерию мы можем выбрать какие видеоролики хотим добавить например нажмем выберите контент один плейлист выберем какой-то конкретный плейлист далее можем выбрать в ряд по горизонтали или вертикальный список и я выберу какой-нибудь плейлист например sony vegas проекты я его выбрал в списке своих плейлистов и нажимаю готово и теперь вот вы видите у меня появился появилась такая что ли рубрика у которой есть название есть видеоролики которые в этом плейлисте соответственно я могу изменить так изменить его я могу в разделе плейлиста вот изменить плейлист но это уже больше про работу плейлистов да так обновить самое главное что я хочу сказать настроить эти разделы умно чтобы человек заходя на ваш канал увидел для себя вот здесь что то полезное потому что если человек увидит здесь плейлистах что то полезное это означает что его ваш канал заинтересует и он соответственно с большей вероятностью на вас подпишется в принципе все довольно просто и вот вы видите мы выполнили все пункты которые только можно ну кроме рассказать о своем канале друзьям вот еще закончу на том что есть раздел информация в которой неплохо бы написать о своем канале мы нажимаем описание канала и вот здесь хорошо бы написать о своем канале о том чем вы занимаетесь отчасти для того чтобы люди это читали отчасти для youtube потому что youtube это индексирует и соответственно думает о том о чем ваш канал вот на этом про создание канала все надеюсь было понятно в принципе здесь довольно интуитивно понятный интерфейс кнопки и очень советую переходить вам на новый дизайн ютуба в любом случае youtube скоро всех переведет на новый дизайн в обязательном порядке пока что это по желанию но вот я вам советую и пока что есть такой урок не откладывайте на завтра прямо сегодня ну в крайнем случае завтра утром садитесь и сделайте новый дизайн для своего канала на ютубе на этом все не забываем кстати подписываться на мой канал и смотреть другие видео уроки с вами был эликсир донец всем пока субтитры сделал DimaTorzok